Из книги еврейного истории телесных наказаний в России. Наши предки воспитывались около плах и шафотов. Никогда они не собирались в большем многолюдстве, чем в дни торговых казней или войнных экзекуций. Их песни, их игры, забавы проникнуты потехой битья. Не бить значило долгое время не властвовать, не учить, то есть быть не тем, чем похвально быть. Домострой, основанный на плетьях и сокрушение ребер, вошёл в их плоть и кровь. И вот теперь, когда всё это признано осуждению и уничтожению, можно ли поверить, что восьмивековой обычай, освященный в своё время государством, церковью, лучшими людьми, прошёл бесследно для впечатлительных душ консервативного русского человека. История телесных наказаний в последнем времени, то есть после их принципиальной отмены верховной властью, даёт совершенно точный ответ. Ответ, заставляющий с большим прилежанием, чем до сих пор, обратиться к подробной истории наших отечественных кар судебных, административных, военных, тюремных, семейных и школьных. Что если, несмотря ни на что, отмена телесных наказаний в конечном результате непорешённый факт, а всё ещё проблема? При этом вопросе уместно здесь же привести стихотворение некоего Владимира Точечкина, появившееся в Искоре в 1863 году, номер 49-й, то есть сейчас же вслед за отменой телесных наказаний. Стихотворение не столько блещущей поэзией, сколько правдой. Называется оно «Кулак». От размашистой натуры не сидится нам, есть меж нами самодуры, страстью кулакам. Все они чинят расправу собственным судом. Кто пришёлся не по нраву, учат кулаком, есть и баре, и крестьяне. Что сложились так, что у них на первом плане наш родной кулак. С кулаком нельзя не житься на Руси святой. В детстве лишь начнём учиться грамоте родной, педагог иной сердитой, нам твердит уча, двух небитых стоит битой, ну и бьёт с плеча. И в младенчестве с учёным сходимся мы так, значит, ладить с просвещением наш родной кулак. Вдруг случится, что крестьяне зашумят порой, знать дадут об этом встанье, едет становой. Но ему приехав скучно, скучно толковать, и пойдёт собственноручно он их унимать. С беспорядками, с нахальством кончит кое-как. Значит, ладит и с начальством наш родной кулак. Ссора милых только шутка, говорят у нас, но на эту шутку жутко, и глядеть подчас. Поговорку не напрасно выдумал народ, что кого, кто любит страстно, тот того и бьёт. И выходит, что по мнению всех вступивших в брак, нежной страсти выражение наш родной кулак. Старичок твердит с досадой, что он слаб и хил, что детей учить бы надо, да побить нет сил. И старик, ворча в постели, заживает век. Так до гроба сколыбели добрый человек то других бьёт, то дерётся, то его бьёт. Так что сродниться с ним живётся наш родной кулак. Давно ли самый вопрос о совершенной отмене телесных наказаний поставлен на очередь пытливыми умами западноевропейских учёных? Лишь с 1831 года, когда появилась известная статья немецкого криминалиста Миттермайера, решительно требовавшего отмены этих наказаний как бесполезных и несоответствующих строю конституционных государств. До этой статьи были, что называются только одни разговоры, бесплодные и мало убедительные. Да и статья Миттермайера в конце концов не принесла никакого практического результата, так как борьба со злом была начата через чушь преждевременно. Но тут важна была идея, важна была искорка, от которой должно было начаться настоящее аута дофе, орудие позора и боли. И это аута дофе вскоре началось, истребив многое, но ещё не всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...